Привет, друзья! Ирина Круг, вдова знаменитого российского артиста Михаила Круга, певица, многократно удостойная премии «Шансон года». Испытания, выпавшие на долю этой хрупкой белокурой женщины, не сломили её характер. Она не только смогла воспитать детей, оставшихся без отца, и устроить личную жизнь, но и сделать блестящую музыкальную карьеру. Поклонники певицы интересуются, как сложилась судьба Ирины после громкого уголовного дела. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Ирина Круг и какой недвижимостью она владеет. Родилась знаменитая артистка в Челябинске 29 марта 1976 года. Родители Ирины не принадлежали к людям творческих профессий, её отец был военнослужащим, а мама работала чертёжницей. С самого детства Ирина была артистичной, проявляла творческие способности, но на чём-то одном свой выбор остановить не могла. Одним из увлечений будущей звезды была музыка. Она пыталась научиться на гитаре, но, как говорит певица, ей это удавалось плохо. К тому же Ирина левша, и играть ей было очень неудобно. Окончив 9 классов, Ирина поступила в Челябинский торговый техникум. Однако работать товароведом ей не довелось из-за раннего замужества и рождения дочери Марины. Со своим первым мужем Ирина училась в одной школе, он был всего на два класса старше неё. В интервью артистка рассказала, что замуж она вышла только потому, что забеременела. Муж Ирины работал зубным техником, он был добрый, но слабохарактерный и вспыльчивый, и вскоре после рождения дочери, 19-летняя Ирина, столкнулась с тем, к чему, по её словам, готова совсем не была. О том, что её муж наркоман, Ирина узнала, когда её дочери Марине было всего несколько месяцев. Какое-то время она боролась с болезнью мужа, но он не собирался предпринимать каких-либо шагов к излечению, и тогда она ушла от него. В интервью Ирина говорит, что не жалеет о том, что сделала этот выбор. Сейчас мужчины уже нет в живых. После развода с первым мужем Ира устроилась в челябинский ресторан «Малахит» и в течение двух лет работала там официанткой. В 1999 году Михаил Круг приехал в Челябинск навестить своего товарища, который по совпадению был владельцем ресторана «Малахит». Александр Петрович Гирь поручил Ирине обслуживать столик музыканта, однако предупредил, что его друг Шансонье крайне привередлив. Узнав, что именно ей придётся кормить известного артиста, она даже расстроилась, ведь в тот вечер она должна была обслуживать банкет работников городской администрации. К тому же творчество капризного Шансонье напомнило ей неприятные подробности жизни с её первым мужем, который любил «Песни Круга». После того, как хозяин заведения и его гость поели, Ирине было предложено присоединиться к ним, однако она в силу природной скромности и, конечно, усталости, отказалась. К тому же девушка видела, что Михаил наблюдает за ней, и это несколько смутило её. Ей всё же пришлось подчиниться, и она присела за столик, чтобы не обижать директора ресторана, который всегда хорошо, почти поотечески относился к ней. Вскоре за столиком собрался весь коллектив заведения. Когда же знаменитый артист предложил ей работу костюмера, Ира не нашла, что ответить, несмотря на то, что заработная плата, которую музыкант пообещал Ирине, почти в пять раз превышала её заработок в ресторане. По воспоминаниям Ирины, Круг был очень вежлив и внимателен, но Ирина объяснила, что не может уехать в Москву из-за маленькой дочки. Когда Михаил уехал, Ирина приучила себя думать, что случившееся в тот вечер было каким-то розыгрышем или шуткой, однако через несколько месяцев Ирина решилась и отправилась в Москву, а билет ей купил Александр Гирь. В течение года Михаил, по словам Ирины, устраивал ей проверки, внимательно наблюдая, как она относится к деньгам, нелегкомысленно ли, с кем дружит и как ведёт себя в той или иной ситуации. Вопреки распространённой в интернете информации, слов «всё, будем жить вместе» в истории любви Михаила и Ирины не было. Их совместная жизнь началась с нелепой ссоры, которая случилась после года работы Иры в коллективе «Круга», и вскоре после начала их романтических отношений. В 2001 году Михаил попросил у своей матери Зои Петровни благословения и вскоре после этого сделал предложение Ирине. Через год после свадьбы она подарила мужу сына, Александра, но через полтора месяца жизнь шансонье была оборвана в собственном доме. Судьба, казалось бы, подарившая Ирине счастливый билет, оказалась жестокой. В 2002 году, вскоре после рождения сына, она потеряла мужа. Вопреки мнению распространённому фанатской среде, после гибели мужа Ирина осталась почти без средств к существованию, ведь в их доме не хранились миллионы. Однако долго думать, чем же начать заниматься, чтобы вырастить своих детей и помочь матери Михаила и его сыну от первого брака Дмитрию, Ирине не пришлось. Исполнив в дуэте с Леонидом Телешевым песню «Дорога от души к душе», которую написал друг Михаила, Владимир Бочаров, Ирина записала дебютный альбом под псевдонимом «Ирина Круг». Помощь записи её первого альбома начинающей певицы оказали Вика Цыганова и её супруг Вадим. Певица, завоевавшая сердца российских поклонников шансона, выпустила 10 альбомов и 13 раз была удостоена премии «Шансон года». Также Ирина записала несколько сборников в дуэте с Виктором Королёвым и Алексеем Брянцевым, голос которого некоторые меломаны сравнивают с голосом Михаила Круга. После того, как Михаила не стало, Ирина просто отказывалась верить в то, что любимого больше нет. Артистка рассказала, что алкоголь, который она начала принимать, чтобы не плакать, лишь увеличивал её страдания. Однако дети и поддержка близких помогли ей прийти в себя, а встреча с предпринимателем Сергеем Белоусовым подарила ей ещё один шанс стать счастливой. Известно, что Сергей младше Ирины, а познакомились они в парикмахерской. В отличие от поклонников Михаила Круга, которые расценили роман Ирины как предательство, родные дети поняли её. В 2006 году Ирина и Сергей поженились, а в 2013 году родился их общий ребёнок – сын Андрей. Но в жизни Ирины и Сергея не всё было так радужно, как казалось. Ирина Круг хотела расстаться с третьим мужем ещё в 2017 году. Но тогда певице удалось наладить отношения с супругом, и развод не состоялся. Как выяснилось, брак артистки всё же приказал долго жить. «Я сейчас официально свободна. У нас к этому давно шло. Теперь каждый живёт своей жизнью. Мне сейчас прекрасно», – сказала исполнительница русского шансона в программе «Привет, Андрей». Певица осталась в дружеских отношениях с бывшим мужем, ведь у них растёт сын Андрей. «Сергей помогает. Он никогда меня не бросит, всё, отдаст за меня. Мы просто очень разные люди. Три года назад был разрыв, но я его простила. Попыталась жить с этим, но не смогла. Человек предал», – отметила артистка. Летом этого года Ирина Круг впервые стала бабушкой. «Встретили нашу маленькую девочку из роддома. Не верится, что я стала бабушкой, но, по-моему, это прекрасно», – написала певица в блоге. Её старшая дочь Марина родила девочку. Ирина опубликовала трогательное семейное фото, на котором запечатлена вместе с дочерью, внучкой, зятем и сыном Александром. Александр, сын Ирины и Михаила, вырос копией отца. В рамках презентации новых композиций Круг дала несколько концертов в Твери, Москве, Воронеже и других городах России. Настоящей отрадой для фанатов Ирины стало её совместное выступление с сыном Александром Кругом. Мама и сын исполнили песню Михаила Круга «Вот и всё». Выступление получилось трогательным и ностальгическим. Сейчас звёздный наследник учится в театральном институте имени Щукина на первом курсе. За образование отпрыска его мама Ирина Круг платит 500 тысяч рублей в год. Юный актёр намерен покорить театральные подмостки. А ещё он очень боится не оправдать имя знаменитого отца. «Меня постоянно с ним сравнивают. Это импульс для дальнейшей работы, чтобы идти вперёд». Резюмировал Александр. Сейчас у семьи шикарная недвижимость со стильным и современным ремонтом. В гостиной есть камин. Эту зону украшают картины, дизайнерские игрушки, серопесочные гардины и чёрное кресло в угольной расцветке. В другой половине главной комнаты располагается домашний кинотеатр, кресла, оформленные в бежевую ткань с мелким цветочным принтом, небольшой журнальный столик. Дом отличают большие стеклянные двери вместо некоторых стен. Такое внутреннее панорамное остекление позволяет всегда наблюдать за всем происходящим в особняке. В гостиной располагается большой круглый деревянный стол из массива дерева, который дополняют модные белоснежные кожаные стулья. На террасе имеется мебель из ротанга. Хозяйка точно знает, что хочет, поэтому каждый приём гостей для неё – это целое событие, которому она тщательно готовится. Она не только знает, как приготовить вкусные угощения, ну и как подать его, на какой посуде, чтобы гостям обязательно захотелось всё попробовать. Для того, чтобы дизайнерский минимализм не надоедал, Ирина периодически меняет что-то в интерьере. Чаще это просто картина. Легко, но так эффективно. Прекрасной женщине, великолепной певице хочется пожелать всегда оставаться такой удивительной, талантливой, неподражаемой, очаровательной и совершенной. Пусть судьба постоянно преподносит приятные сюрпризы, пусть жизнь всегда дарит поводы для счастливых улыбок. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!